Наша компания разработала новую стратегическую инициативу, чтобы расширить проникновение на рынок, максимизировать лояльность к бренду и увеличить нематериальные активы. Для достижения этих целей мы начали новый проект, для которого нам требуется нарисовать 7 красных линий. Как я понимаю, ваша компания может нам помочь? Конечно. Уолтер будет менеджером проекта. Уолтер, ведь мы можем это сделать? Да, конечно. Андерсон, наш эксперт в области рисования красных линий. Мы специально пригласили его, чтобы выслушать его мнение. Очень приятно. Что ж, вы меня все знаете, а это Джастин, наш специалист по дизайну. Привет. Нам нужно нарисовать 7 красных линий таким образом, чтобы все они были строго перпендикулярны. Некоторые зеленым цветом, а некоторые прозрачным. Вы можете это сделать? Нет, я боюсь мы... Давайте не будем давать. Преждевременных ответов Андерсон задача поставлена, и ее нужно решить. И в конце концов, вы же эксперт. Термин «красная линия» подразумевает, что цвет линий красный. Нарисовать красную линию зеленым цветом не то чтобы невозможно, но очень близко к невозможному. Что это вообще значит? Невозможно! Я имею в виду, возможно, есть люди, страдающие дальтонизмом, и для них цвет линии действительно не будет иметь значения. Но я уверен, что целевая аудитория вашего проекта не состоит только из таких людей. То есть, в принципе, это возможно. Так, давайте проясним. Линию можно нарисовать абсолютно любым цветом, но чтобы получилась красная линия, нужно использовать красный цвет. А если нарисовать синим цветом? Это не сработает. Если рисуете синим, получаются синие линии. И еще, что вы имели в виду, когда говорили о прозрачном цвете? Как бы вам объяснить? Уверена, вы знаете, что означает слово «прозрачный». Да. И что такое красная линия, надеюсь, вам тоже не надо объяснить. Конечно, нет. Вам нужно нарисовать красную линию прозрачными чернилами. Вы могли бы описать, как вы себе представляете конечный результат? Ну, Андерсон, у нас что тут детский сад? Давайте не будем тратить время на непродуктивные споры. Задача поставлена, задача четкая и ясная. Если есть какие-то конкретные вопросы, задавайте их. Только вы здесь эксперт. Ладно, оставим пока цвета. Вы что-то упоминали о перпендикулярности? Семь линий все строго перпендикулярны. Чему? Всему между собой. Я думала, вы разбираетесь в перпендикулярных линиях. Конечно, он знает, он же эксперт. Две линии могут быть перпендикулярны. Все с ними одновременно не могут быть взаимно перпендикулярны. Я покажу. Это линия. Так? Да. Теперь другая. Она перпендикулярна первой линии? Ну... Да, она перпендикулярна. Верно. Подождите, это не все. А вот третья линия. Она перпендикулярна первой? Да. Но со второй она не пересекается. Они параллельны. Не перпендикулярны. Пожалуй, да. Ну вот. Две линии могут быть перпендикулярны. Можно ручку? Да. Это треугольник. Это определенно не перпендикулярные линии. И их три, а не семь. А почему они синие? Точно, сам хотел спросить. У меня с собой только синяя ручка. Это же просто для примера. Вот в этом и проблема. У вас линии синие. Нарисуйте их красными. Это не поможет. Откуда вам знать, если вы еще не пробовали? Давайте нарисуем их красным и посмотрим, что получится. У меня нет с собой красной ручки, но в этом я совершенно уверен. Красным цветом получится то же самое. А разве вы нам не говорили, что красные линии можно нарисовать только красным? Вот, я себе даже записал. А теперь вы их рисуете синим. Вот это вы называете красными линиями. Кажется, я поняла. Вы не о цвете сейчас говорите, верно? Вы сейчас об этой, как вы ее называете? Пер-пен-ди-к-ди-к-ди-к Перпендикулярность, да! Ну все, вы уже всех запутали. Итак, что конкретно мешает нам выполнить задачу? Геометрия. Просто игнорируйте ее. Вот у нас задача. Семь красных линий. Не двадцать, всего семь. Андерсон, я понимаю, вы узкий специалист, и вы не видите общей картины, но... Это же не такая сложная задача, нарисовать какие-то семь линий. Верно, просто предложите решение. Критиковать любой дурак может. Не в обиду. Но вы же эксперт. Вам следует лучше знать. Ладно. Давайте я нарисую вам две красные, идеально перпендикулярные линии, а остальные прозрачным светом. Их не будет видно, но я их нарисую. Это нам подойдет? Да, нам это подойдет. Да, только еще хотя бы пару. Зеленым цветом. О, и у меня еще есть один вопрос, если можно. Вы можете нарисовать одну линию в форме котенка? Что? В форме котенка. Маркетинговые исследования показывают, что наши пользователи любят зверушек. Было бы здорово. Нет. Почему? Послушайте, я, конечно, могу нарисовать кота. Я не художник, но могу попробовать. Но это уже не будет линия, это будет кот. Линей и кот. Это две разные вещи. Котенок. Не кот, а котенок. Маленький. Милый. Пушистенький. А коты, они... Нет никакой разницы. Андерсон, вы хотя бы дослушайте. Она еще говорить не закончила, вы уже говорите нет. Я понял мысль, но это невозможно, нарисовать линию в форме котенка. А что насчет птички? Так на чем мы остановились? Что мы делаем? Семь красных линий, две красным цветом, две зеленым и остальные прозрачным. Я правильно все понял? Превосходно. В таком случае у нас все, верно? Ой, чуть не забыла. У нас еще есть красный шарик. Вы не могли бы его надуть? А какое отношение ко мне имеют шарики? Он красный. Андерсон, вы можете или не можете? Простой вопрос. Вообще, конечно, могу, но... Превосходно. Организуйте командировку, мы покроем расходы. Съездите к нам, надуйте шарик. Было очень продуктивно. Спасибо всем. Можно еще один вопрос? Когда вы будете надувать шарик, вы можете надуть его в форме котенка? Конечно, могу. Я все могу. Я могу абсолютно все. Я же эксперт. Автор перевода Михаил Ватуев. Голос за кадром Антон Прокофьев. Продолжение следует.